в воздухе. Да, ну вот если с погодой только повезет, а то последний раз играли, так холодно было 2 сентября. Да, было наслышано. Ну что, Суцелянка. Суцелянка, наконец-то, Ниберлин. Наконец-то, отлично. Хорошо, и что? Ага, ранний дракон. Идем в Маруце, да? С4, Саша. С4. Думает. Захватывает, пожалуйста. Конь С3 или С4? С4 или Конь С3? Ну, у белых такой широкий выбор. Ну что, надо подумать. Основатель взвесить все за и против. Так, ну что, Саша, кстати, насчет основательного под... Нет, Конь С3. Тогда просто Дракон, да? В Коне В6. Дракон с пешечкой на Д7. В нем есть своя... Верси А5, да. Своя тонкость. То есть черные не хотят идти на Дракон-Дракон. Так. С короткими маргировками. Очень крепко. Никаких контр-шансов. Аж 3. Против Конь Ж4. И Р4. Ну, судя по всему, Саша исполняет то, что заранее изучал, знает. Взял, взял. Ну что, Е5, что ли, да? Нет, Слон С4. У тебя заканчивается эта тонкая грань знаний и начинается более такая грань умений. Конь Д7. Все фигуры снова меняются. Как же они быстро делают неочевидную грань. Да, да, да. Совершенно неочевидную. Абсолютно. Столько много... Ну, сейчас Ладью, видимо, подведет с ферзевого флага, Саша. Хотя там, знаешь, было взятие на Д4 и ферзь С5. Переход в Энджпель. Король Х1. Просто можно сыграть пока. Или Ладью вот здесь подвести. В принципе, после размена чернопольных слонов у черных король где-то слаб, поэтому надо играть перферзяк белым. Мне кажется, установка вообще Карслана, которую он себе дал на этот турнир, то есть играть быстро, легко. Быстро, легко и бестолково, да? Ну, как можно меньше сил тратить. Сейчас думаю, Е5, да, или Е6? Ага, Е6. Ну вот, существенна ли слабость пешки на Д6? Вот в чем вопрос. У белых тоже есть слабость на Е4, да? Д5 же черные хотят где-то после ладья Д8. Нет, ну, здесь Самбух велел ладья А, Д1, ладья А, Е1. Пора ладью подвести, Саша, нельзя бить без игры. Медленно, медленно играю белые. Ну, это можно сказать медленно, а можно подобрать другой эпитет, вдумчиво. Вдумчиво, да. Ну, просто такой ход, как ладья А, Д1, надо делать в пять раз быстрее, вот чем он сейчас сделал. Да, есть ходы, которые надо делать быстро. Карякин, Крамник. Карякин, Крамник, ну, там какая-то усушка, утруска, насколько я вижу. Да, там какой-то как раз начался. Так. Опять Саша думает, пусть ладья А, Д8, собственно, что делать? Ну, может быть, ферзя увести из-под удар, ферзь Е2, скажем, вот так. А на Д5, может быть, Е5 сыграть? Хотя в любом случае, там слон на Б3 вообще не удела у белых останется. Не видно перевеса-то? Перевеса не видно, да. Перевеса не... Ну, важно недовеса не получить. Тут ведь... Да. Ну, тут вот важно понять, что белыми тоже иногда следует сыграть наравление. Если сыграть Ф5, тогда может последовать ЖФ, ЕФ и Д5. И Е5. Да, вот Ф5. Так, смотрим реакцию ЖФ и на ЕФ Е5. Вот, я думаю, такая может реакция последовать. Чтобы слона вскрыть. Ну, там Д5 же следующий ход. Там пешки покатятся у черных. А белые сами конь Д5 не смогут пойти? Ну, да. Там вот после размена что будет? А, тогда будет... Значит, ты избрал иную стратегию Магнус. Он Ферзя поставил на Е5 и сказал, что Ферз хороший блокер. Конь Х5, если туда. Конь Х5, видимо... Вот я Ф3, что ли? Да. Д5. А что, интересно сыграл Магнус? Ой, интересно. Ну, один из самых основных продвижений. Легкие фигуры белых, конечно, оставляют желать лучшего. Явно неудачно расположены. Не там. Надо куда-то переползать. А как переползать, непонятно. Ну, вот неудачно, конечно, все развивается пока для Морозевича. Он играет вдвое. Медленнее и, похоже, в полтора раза хуже. Вот теперь перевес черных как-то выкристаллизовывается. Если Конь Д5 не выиграет сразу, да? Молодец, так и надо. Когда что-то не так, ну что? А есть какая-то угроза-то? Допустим, сыграл А5. Какая угроза? Ну, это никак. А, Комбит Ф6 и ФЕ. Вот, Комбит Ф6 и Ферз Бит Ф6. И там ФЕ пробивается. Это очень красивый ход. Конь Х5. Конь Х5. Вот, вот это, да, резонное замечание. Резонное. На ЖТ это все-таки висит. Потому что на Ладея Ф3 уже съедим на Д5, и не будет ход ЕД. Да, и пешка Е4 связана. Да, да, да. Что-то я хода за белых не вижу. Может, Ф6 все-таки. Ладно. Ф6, Комбит Ф8. Ну, и как-нибудь пытаться, да. Ну, его с Конь Ж3, Конь Ф1, как-то Ферз Е3. А, то есть качество отдает, да? Нет. Там, конечно, слишком, слишком все. Удар по воде, похоже, Конь Д5 получился, да? Ну, что ж такое. Ф6, Конь Е7 как-нибудь нет? Ладея Е3. А, вот, вот это правильно, кстати. Видишь, теперь ладея-то на Е3 не подвисает, и это дает черную. А вот А5, как раз то, о чем я говорил. Зато можно перекрутиться, как-то на С3, может быть. Как-то перекрутиться. На С3, А4, Конь там будет провисать, да? Слон должен на этой диагонали оставаться. Уже, правда, можно будет на Д5 взять дважды, два раза. Ф6, вот. То есть, как-то... А, интересно, ладея Ф5, нигде. Ладея Ф5, ну, Саша, да. Ну, это так, это жуткий. Ну, просто... Не, ладея Ф5 прекрасный ход. Ферз бьет бы два, я бы ответил. Нет, ну, там же Ф... Да, ладея Ф5, это ж под сколько боев ты подставляешь? Ферз бьет Б2, да. Ну, видишь, какой компьютерный хлад в игре Карлсон. Угрожает, кстати, А4 просто. Ну, конь Е7, да, ничего, сейчас надо как-то... И на Б5 взял, да? Ну, там на Ф6, сожалению, пешка потеряется. Ну, пусть слону на А8, я бы отошел. А8. Конечно, а что? Слон должен работать, конечно. Комби-то Ф6, вообще безнадежно в белых позициях, если я не зеваю мат полтора. Е5 какой-нибудь там, нет? Ферзь на Б2, все-таки. Е5, конь Д5. Да, вот Е5, правильно. Правильно, там, правда, ладья теряется. Ферзь Ж5. Нет, сначала надо на Ферзя перевести. Ферзь Ж5 и на король Ж7 какой-нибудь, тогда уже Е5. А если конь Ж8 сейчас? Ну, все же хорошо не бывает. Ух ты. Ну, ферзь Е5, похоже, сдаться. Слон бьет Е6 где-нибудь. Ну, ферзь Е5, это консолидирующий ход. Ну, ферзь Е5 и Д5, и как-то... Ладья бьет Ф7, ладья Ф7, конь Ж6, ферзь Д8, ферзь А8. Браво, браво, и так, конь Ж6. Нет, не проходит, это уже... Ну, все равно, Саша, это будет интересно. Ну, красиво, конечно. Погибает так спец... А, нет, подождите, конь Ж6 же вилка. Вилка просто. А, ферзь же выбирается. Ура! Что ура? Ферзь Х5 есть ход. Подожди. Ферзь Х5. Ну, не все сразу. Значит, надо дальше. Ферзь Х5, ладья бьет Е4. Ну, где-то ладья Ф8 может быть в промежутке, да? Да. Ладья Е4, нет, ладья Е4, ладья бьет Ф7. Блестяще. Просто обыгрываем карцем. Ладья Е4, ладья Ф7, конь Ж6 и ферзь Д8, тут что-то есть. Итак, ферзь Х5, ладья Е8, ладья Е8. Нет, ферзь Х5, может быть, все-таки ладья бьет Е4, но ладья Ф7, конь Ж6, шах, и ферзь бьет Д8. Нет, нет, вот ты говоришь ладья Е4, я просто взял на А4. Ладья Ф8, ладья Бьет Х4. И конь уйдет оттуда после? Конь Бьет Ж6 угрожает. Ага, прекрасно. Ну что, вечный шаг, кажется. О, испугался. Испугался Магнус. Ага, страшно стало. Вот как мы засушили его. Ничего сделать не может. Да, но не чек, к сожалению. Да. Так, 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 покажите досочку. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, нервно, нервно. Нервно, нервно, да. Ну, крутит пешку витек куча. Ну, как-нибудь нет, то что тут, конечно. Смотрите, за 26 секунд трудно тут что-нибудь понять. Сложно. Ой, сложно, сложно. Не надо. Ну, придется на ничего соглашаться. Давай, соглашайся. Ладья Е1. Никаких. Взял, взял, ладья Бьет Ф7. И конь Ж6. И все. И шах на А4. Да, Наш4. Нельзя брать на Ж6. Ну, между прочим, позиция... Так, и две ладьи, ферзь, конь, так, конь на Ж6 стоит. Ладья Ф1 угрожает. Ладья Ф1 и конь Ж3. Ох, вот это он не учел. Вот это конец. Ферзь А4 или ферзь А5. Правильно. Нет, ну конец. Блестяще. Ферзь и конь сейчас будут крутить. Ай, какой Сергеич Александр. Ах, как бы открутить. Так. Все. Все. Все начинается сначала. Да, партия только начинается. Продолжается, продолжается. Борьба Коррлев А8. Хочется сделать укрепляющий ход. Слон на БТ умер, но слон на А8 тоже, кстати говоря. Все, Карслан проиграет. Он очень нервничает и времени уже меньше. Шаманишь, матушка. Так, а что? Ферзя надо держать поближе к вражескому королю. Это правильно. Слон на АНС2. Так. Ах, не пустили. Конь Ж5. Конь Ж5 съел. И пешка пошла. Е4, да? Ферзь Ф6. Король Ж8. Король Ж8. А конь Бьет А7? То что-то должно быть. Конь Бьет А7. Сразу. А, нет. Нет. Водя Ж7. Да. Ну вот Е3 угрожает. Страшная угроза. Слушай, что делать? Вот говорят, что ферзь и конь – это волшебная комбинация. А где? Ну, как-то они... Странно, почему не Е3 сыграл? Я что-то не очень понял. Ферзь Ф4. Король Ошелся? Нет. Не проиграет. Ну, блестяще играет. Карлсон, конечно. Вот мы бы с тобой проиграли бы эту позицию уже раз пять. Сразу же, да. Что-то он там и камень. Попытка поставить вечный шаг. Как нервничает Морозевич. Ну, как. Просто ужас какой. Руки просто дрожат. Ну, король Ошелся, что? Он Ж8. И, к сожалению, на Ферзь Ф5 выигрывает сразу Ладья Ж7. Конь А6 мат угрожает. Угрожает конь А6 мат. Вот оно. Опа. Ферзь и конь. Опа. Ашпянь. Сдался. А что, все, да? Фантастика. Ашпянь. Гениально. Я же сказала, что выиграет. Скажем честно, мы почти ничего не поняли в этой партии. Мы поняли отдельные моменты. Но даже этого нам хватило для большого удовольствия. Но Морозевич проявил хват. Мы наконец-то отгадали. Отгадали. Вот это блиц. Может быть, надо смотреть Морозевича до самого конца? То есть он сейчас поймал Крамник-Морозевич, следующая партия. А, Крамник-Морозевич обязательно будем смотреть. Мы продолжаем. Идем на перерыв и ждем партии Крамник-Морозевич.